Слышите? Так звучит север. Вокруг дружелюбно и улыбчиво. Так выглядит его коренной народ. Эвенки. Екатерина Васильева, их представитель, сейчас живет и работает в Благовещенске. Рада, что благодаря празднику и другие амурчане могут прикоснуться к атмосфере ее малой родины. Мы пытаемся через такие мероприятия сохранить, популяризировать и также передать не только своему будущему поколению, но и рассказать другим народностям о себе, как о коренном малочисленном народе. Юные гости музея и вовсе смогли выйти на охоту, на оленя. После встретили с амурским писателем Александром Курако. Он презентовал новую сказку «Берестяная корзинка». Школьника Егора Малышка, который пришел на праздник вместе с одноклассниками, больше впечатлили эвенгийские костюмы. Одежда у них очень интересная. Хотелось бы померить ее в палате. Они живут не в домах, а в палатах. Вместо машин там на оленях катаются. Они говорили на своем языке, были песни на их языке. И это очень веселое. Мне больше нравится в их народах то, что у них на лбу такие цепочки. И интересно очень. Мастерицы представили посетителям традиционное эвенгийское рукоделие. Этнопевцы удивили вокальными способностями. Экскурсоводы рассказали о религии и бытии эвенков. Сейчас эвенками называют огромный народ, который живет на территории Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья, Амурской области, вплоть до Тихого океана. Если раньше это были отдельные тунгусские народы, орачоны, берары, мурчены, то теперь их всех называют эвенками. Мне кажется, знать культуру народа, который веками жил до тебя, до того, как пришли твои предки на эту территорию, просто необходимо.